Здравствуйте, уважаемые студенты! Мы с вами продолжаем курс лекции «Железнодорожные станции УЗЛЫ». По плану у нас лекция номер 3. Схема узловой участковой станции продольного типа и организация работы. В лекции у нас сегодня три пункта. Это виды схемы участковых станций, схема участковой станции продольного типа, организация работы, узловой участковой станции продольного типа. Виды схемы участковых станций Инструкции по проектированию железнодорожных станций и узлов рекомендуется три основных типа участковых станций. Это поперечный с параллельным расположением парков, полупродольный с частичным смещением парками, продольный с полностью смещенными парками. Кроме того, имеется участковые станции с последовательным расположением устройств для пассажирского и грузового движения. Станции поперечного типа применяются на новых однопутных линиях всех категорий. На двухпутных линиях станции этого типа проектируются при небольших размерах пассажирского движения, а при больших размерах движения в трудных топографических, геологических и других местных условиях. При этом на дорогах первой и второй категории предусматривается переход на полупродольные и продольные типы станции. Станции полупродольного типа проектируются на однопутных и двухпутных линиях при примыкании со стороны пассажирского здания подъездных путей с крупным грузооборотом, что вызывает необходимость сооружения отдельного парка, а также при необходимости обеспечения условий разгона поездов при электрической тяге на постоянном токе. Станции продольного типа целесообразны на линиях с большим грузооборотом при благоприятных топографических, геологических и других местных условиях. На станции поперечного типа приемы отправочные сортировочные парки размещаются параллельно друг к другу. Для маневровой работы по концам сортировочных парков проекциируются вытяжные пути. Для пропуска поездных локомотивов между парками укладывается ходовой путь. Грузовой район располагается обычно в районе размещения локомотивного хозяйства, чем обеспечивается возможность при необходимости удлинения станционных путей с наименьшими затратами на снос строений. Вот мы посмотрим, здесь на рисунке у нас показана участковая станция поперечного типа с основным депо. Приемы отправочный парк это ПО. ТП это у нас технический парк. С это у нас сортировочный парк. ПЗ это у нас пассажирское здание. ПЧ это у нас дистанция пути. ШЧ это у нас дистанция сигнализации и связи. ГД это у нас грузовой двор. М1, М2 если мы посмотрим на рисунок, то это у нас вытяжные пути. ИУ это у нас экипировочная эксплуатационная база по техническому осмотре и экипировке локомотивов. РБ это у нас ремонтно-механическая база локомотивов. ПТО – пункт технического обслуживания вагонов. ПВП – пути отстоя пожаровосстановительного поезда. ЛТ – локомотивный тупик. От 1 до 9 – это точки пересечения маршрута следования. Локомотивное хозяйство, ремонтная база, экипировочные устройства на станциях с основным депо рекомендуется размещать с противоположной стороны от пассажирского здания и навстречу максимальному потоку прибывающих поездов. Это даст возможность сократить пробег локомотивов и исключить пересечение главных путей в пределах станции. При движении до 48 пар поездов и параллельном графике в примыкающей к локомотивному хозяйству горловине укладываются два ходовых пути. На станциях поперечного типа при грузовом движении свыше 60 пар поездов в сутки требуется укладывать главный путь в обход локомотивного хозяйства для отправления грузовых поездов. Станция поперечного типа дает возможность сконцентрировать работу по обработке поездов в одном месте. Она обеспечивает хорошие условия персоналу для наблюдения за работой станции наиболее экономичной по расходам на содержание штата. Недостаткой этих схем является излишний пробег поездных локомотивов, следующий из приема отправочных парков в депо и обратно, враждебные маршруты следования пассажирских грузовых поездов при расположении станции на двухпутных линиях. Разновидностью схем станции поперечного типа является схема с внутренним расположением сортировочного парка, обеспечивающей полную изоляцию маневровой работы от движения организованных поездов. Здесь вот у нас участковая станция поперечного типа с внутренним расположением сортировочным парком, который стоит внутри между приемо-отправочным парком 1 и приемо-отправочным парком 2. В схемах станции полупродольного типа приемо-отправочные парки специализированы по направлениям движения и размещаются по разные стороны от главных путей. Если мы посмотрим рисунок 3.3, схема участкового станции полупродольного типа. Это у нас с размещением экипировочных устройств на общей территории с ремонтной базой, с размещением экипировочных устройств вблизи центральной горловины. Сортировочный парк располагается параллельно приемо-отправочному, куда прибывает максимальное число перерабатываемых поездов. Локомотивное хозяйство сооружается вблизи центральной горловины. Станция полупродольного типа обеспечивает независимость движения четных или нечетных поездов, уменьшает тем самым число пересечений маршрутов следования, повышает пропускную способность станции, сокращает пробег поездных локомотивов из приема-отправочный парк в депо и обратно. К недостаткам схемы относится потребность станционной площадки длиной от 2,5 до 2850 метров, наличие враждебных пересечений, когда главные пути пересекаются с подъездными локомотивами, следующие в депо из приема-отправочного парка ПО-2 и составами, идущие из ПО-2 на вытяжной путь, большая загрузка центральной горловины при значительных размерах движений и сменяемых поездных локомотивов. Станция продольного типа отличается от полупродольных четким разделением операций по приему-отправлению поездов разных направлений, упрощенной конструкцией центральной горловины, обеспечивающей прямую связь между приемо-отправочным ПО-2 и сортировочными парками, и возможность перестановки составов перерабатываемых поездов в сортировочный парк, минуя пассажирских район. Станция этого типа имеет большую пропускную способность. За счет сокращения пробега подвижного состава и загрузки путей. Для сооружения участковой станции продольного типа необходимо иметь площадку длиной до 4000 метров. Здесь у нас на схеме показана участковая станция продольного типа с основным депо, где у нас 1, 2, 3 – это точки пересечения маршрута. При большом объеме пассажирских операций применяется также схема участковой станции с последовательным расположением устройств для пассажирского и грузового движения. Преимущество таких схем заключается в раздельном расположении пассажирского и грузового района, удобное размещение устройств для пассажирского и грузового движения на разных станционных площадках, возможности независимого развития отдельных районов станции. Схема такого типа широко применяется при переустройстве существующих промежуточных станций в участковые или объединения рядом расположенных станций в одно со специализацией для пассажирского и грузового движения. Здесь у нас показана схема участковой станции с последовательным расположением пассажирских устройств для грузового движения. У нее есть недостатки. Можно отнести это большая протяженность главных путей, расположение устройств для грузового движения между главными путями, что осложняет развитие станций пересечения главных путей подачи вагонов на пункты погрузки-выгрузки, что снизяет пропускную способность в линиях. На линиях, где предусматривается организация движений длинно-составных и соединенных поездов, рекомендуется всю или часть приема отправочных путей проектировать пролуторной или двойной полезной длины с расположения их на площадке или на уклоне до полторы тысячных, а в трудных условиях до два с половиной тысячных. Схема участковой станции продольного типа Если площадка станции не имеет существенных ограничений по длине, а линия В и Г может стать двухпутной, надо стремиться к применению схем продольного или полупродольного типа, применительно к приведенному на рисунке 3.6. В схеме продольного типа парки специализируются для работы с поездами в определенном направлении, а именно парк 1 для приема поездов из А и В и отправления на В и Г. Парк 2 для приема транзитных поездов из Б и Г и отправления на А и В. Парки 1 и 2 секционированы для одновременно приема поездов с двух подходов. ПО у нас это приемо-отправочный парк, это у нас секция парка и так далее, тому подобное. При наличии общего сортировочного парка грузовые поезда, следующие с переработкой, принимаются из Б и Г в парк 1 преимущественно на пути нижней секции этого парка. Сформированные на станции поезда могут отправляться в сторону А и В с путей парка 1 или сортировочный. Конструкция горловин станции позволяет принимать одновременно грузовые поезда со всех четырех направлений и отправлять на все эти направления. Также можно отправлять угловые транзитные поезда, например, из В и А на А непосредственно с тех путей, на которые поезда были приняты. В данной схеме, как и в схеме неузовой станции продольного типа, устраняется пересечение маршрутов приема и отправления транзитных четных поездов из В с маршрутами следования четных пассажирских поездов по главной линии. Однако в целом схема не свободна от пересечения поездных маршрутов. Так имеется попутное пересечение маршрутов приема пассажирских поездов из В по третьему главному пути с маршрутами приема грузовых из А, маршрутами отправления пассажирских поездов на Г, маршрутами отправления грузовых поездов на Б и другое. При смене на станции большого числа локомотивов транзитных поездов подлежит проверке пропускная способность центральной горловины. Для разгрузки этой горловины может потребоваться укладка обходного пути 1А для отправления грузовых поездов на Б, а в некоторых случаях укладка дополнительным пути 4А, по которым можно отправлять грузовые поезда из верхней по чертеже секции парка ПО-2, одновременно с подачей уборкой локомотивов с путей нижней секции. При наличии пути 4А отпадает необходимость укладки двух съездов на главный пути из нижней секции парка. На станциях с большим объемом работы, пути которой оборудован централизацией ограждений составов, оператор ПТО ведет график технической готовности составов. Получив полную техническую готовность от всех групп, а также от головного и холстового осмотрщиков на весь состав поезда по автотормозам, оператор ПТО выключает сигналы централизованного ограждения поезда, оповещает об этом работников, находящихся в путях и сообщает ДСП о готовности состава к отправлению. Порядок осмотра и ремонта вагонов, временно выполнение отдельных операций, число бригад и групп бригаде устанавливает технологическим процессом работы станции и пунктов технического осмотра. Одновременно с техническим обслуживанием производится и коммерческий осмотр состава, и устранение обнаруженных неисправностей, угрожающих безопасность движения и сохранность груза. Результаты осмотра состава в коммерческом отношении приемщик поездов сообщает ДСП и делает запись об этом в книге «Регистрация коммерческих неисправностей». При наличии вагонов с коммерческими неисправностями, угрожающими сохранности грузов и безопасности движения, а также при невозможности их устранения без оцепки, приемщик поезда делает меловые пометки на вагонов. При этом он сообщает дежурному по станции номера вагонов, требующие оцепки и подачи их на пути устранения неисправности с последующим составлением акта общей формы ГУ-23. При оцепке от транзитного поезда вагонов с техническими или коммерческими неисправностями ДСП и ДСЦ должен принять меры к пополнению состава вагонами, находящиеся на станции до установленной весовой нормы, не задерживая отправление поездов по графику. По прибытию поезда на станцию оператор СТЦ получает от локомотивной бригады пакет с перевозочными документами, проверяет их по контрольному бланку формы ТУ-81, принадлежит их к данному поезду, вносит необходимые изменения в натурный лист поезда, заверяет его штемпелем станции и расписывает в маршруте машиниста о приеме документов. Если вагоны отцеплены от составов отправительских маршрутов, оформленных групповыми перевозочными документами, необходимые изменения вносятся также в групповые накладные и дорожные ведомости с приложением к ним копии акта общей формы ГУ-23 о причинах отцепки вагонов. Перед отправлением поезда дежурный по станции убеждается о готовности поезда в техническом и коммерческом отношении. Машинисту новому поезду, установленным порядком, вручается пакет с перевозочным документом в запломбированном виде под расписку в книге сдачи документов формы ДУ-40 или в копии натурного листа. До отправления поезда после прицепки поездного локомотива осмотрщики-автоматчики производят опробование автотормозов, заполняют справку о тормозах и вручают ее машинисту локомотива. При смене локомотивных бригад без смены локомотива, параллельно с техническим и коммерческим осмотром, локомотивная бригада принимает локомотив и перевозочные документы непосредственно от прибывшей локомотивной бригады и осуществляет опробование тормозов. Прием и сдача локомотива в перевозочных документах удостеряется подписами маршруток машинистов с указанием времени оформления передачи. На этом наша лекция закончена. Спасибо всем за внимание. До новых встреч!